Общественным транспортом сегодня до работы добирались и чиновники. Транспортная реформа стала основной темой еженедельного совещания в администрации Чебоксар и Доме правительства. Я лично ждал совсем недолго, буквально минуту-две. Подошел большой комфортный 15-й автобус, Ляз. И, собственно говоря, в таком комфорте и в удобстве достаточно быстро поехали на работу. Там единственное, только пока непонятно с оплатой, немножко вот люди путаются. И это одна из проблем. Другое нарушение интервалов движения. На остановках сотрудники мэрии провели мониторинг. 15-й тоже, все-таки они не вошли еще в интервал установленный. Интервал составляет от 17 до 30 минут. Большая проблема у нас сегодня по вывозу пассажиров с микрорайона Садовой. Значит, есть нарушение работы второго и третьего маршрута автобусов. Нужно увеличить количество автобусов подвижного состава для того, чтобы своевременно всех вывезти. Все эти вопросы необходимо уладить в ближайшее время. Мы перевозка пассажиров с учетом транспортной реформы не должны ухудшать. Пассажир не должен стоять 15 минут на остановке. Транспортная реформа для чего она вообще-то? Значит, мы неправильно подошли по хронометражам, значит, по другим вопросам. Или управленческие решения не такие приняли. Максимально нужно оказать содействие нашим горожанам, пассажирам, которые ездят на общественном транспорте. И все вопросы, которые могут создать социальную напряженность, упреждающие, принимая управленческие решения, снимать с повестки дня. В некоторых районах вопроса, как добраться, не возникло. В таких районах, как Лапсары, микрорайон Соленое, Аконт, улица Кадыково, микрорайон Садовый, улица Богдана Хмельницкого, район ЖБК-9, кабельный проезд, транспортное обслуживание заметно улучшилось. Благодаря новым современным вместительным автобусам. И горожане уже оценивают преимущества данного транспорта. В информационной листовке снова схемы движения, горячая линия и мобильное приложение. Это поможет горожанам быстрее привыкнуть к изменениям. Для удобства пассажиров планируют внедрить единые проездные билеты. В руководстве города и республики подчеркнули, цель реформы – разгрузить центральные магистрали, уменьшить пробки и, главное, повысить безопасность перевозок. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.